всем доброго дня дорогие участники рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре тема сегодняшнего вебинара это ведение российским бизнесом деятельности за рубежом в условиях ограничительных мер я рад представить вам нашего сегодняшнего спикера это старший юрист компании аман смит кирилл бондаренко кирилл рады тебя приветствовать дорогие участники пожалуйста поставьте плюсики если вы нас хорошо видите если звук хороший это пожалуйста просим вас в чат поставить плюсики чтобы мы понимали что со связи все хорошо если у вас возникнут какие-то технические неполадки по ходу вебинара пожалуйста пишите также в чат вам обязательно помогут так кирилл всем доброго дня сегодня у нас одна из самых животрепещущих тем постараемся ему ее осветить максимально полно ну и также в общем-то порассуждаем на различные темы также у меня заготовлено несколько опросов для вас чтобы наше сегодняшнее общение было несколько более интерактивным соответственно по ходу я буду сдавать вопросы ваши активные участия только приветствуются ну и также вы если захотите можете по ходу наше выступление задавать вопросы и мы к ним вернемся по мере возможности либо в конце нашего выступления общего если мы знаем что на этот вопрос ответ будет наше выступление либо мы вернемся к ему непосредственно по ходу нашего мероприятия ну что ж начнем с того что себя не похвалишь никто не похвалит и скромность украшают тех кого нет других достоинств хотели бы напомнить что мы заняли первое место в номинации частный капитал в прошлом году по ведущему юридическому рейтингу право 300 также мы находимся в лидерах юридических услуг forks club соответственно многие наши практики например банковская также ворсом признана как лидирующая в россии ну и в целом мы возьмем так то и по многим мы видим опыту и по общению с нашими друзьями и коллегами партнерами из платежных систем в общем то являемся лидерами российских в россии по количеству и качеству людей партнеров с которыми мы работаем а также мы являемся участниками рейтинга издательского дома коммерсант где тоже постоянно занимаем ведущие лидирующие позиции вот в скором времени будет новый рейтинг и уверен что мы там займем привычно высокие места ну что ж теперь давайте перейдем к содержательной части нашего сегодняшнего мероприятия первый вопрос такой дискуссионный который я хотел бы вам задать как вы все-таки считаете в отношении россии введены санкции или ограничительные меры я долго 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 изучал законодательство и мне все-таки кажется что понятие ограничительных мер подходит больше поэтому в наших сегодняшних слайдах вы понятие санкции и понять ограничительные меры будете слышать как такие некоторые синонимы вероятнее всего справедливее все-таки называть с юридической точки зрения как ограничительные меры поэтому есть конечно вопрос того как как вы на них смотрите ну и собственно говоря вот то я знаю что максим подготовила некоторую статистику до относительно того какое количество санкций было введено отношение россии в отношении за вот эти два года проведения специально военной операции не сказать что мы и до этого не были под прессом ограничений экономические политические вот но и настоящий момент наверное можно разделить их все на три большие группы страны различных стран максим сейчас скажи пожалуйста кто там у нас по этому вопросу какие у нас новости да в прошлом году мы с кириллом уже немножко подсвечивали эту тему и на тот момент я напомню было порядка 14 тысяч санкций введено против россии что являлось конечно беспрецедентным количеством на тот момент россия сразу вышла в лидеры среди стран кого были наложены санкции и опережала иран практически в три раза по количеству санкций если не в 4 на текущий год динамика продолжается положительная сторону увеличения так скажем если это можно так назвать и на текущий настоящий момент у нас порядка 15 с половиной тысяч санкций введено против россии то есть их увеличение на полторы тысячи с небольшим с прошлого года среди лидеров стран и скажем так объединений стран кто вел санкции в отношении россии является сша у них порядка более трех с половиной тысяч санкций в отношении россии следы следом идет швейцария с двумя тысячами три места да там с копейками санкциями и канада евросоюз на удивление отстает и лишь занимает 5 место после британии по количеству введенных ограничительных мер в отношении к россии что касается стран отношении которых введены санкции до сразу после россии у нас является лидером иран количество санкций против него также было увеличено с прошлого года и она подбирается к цифре в 5000 примерно сейчас вот такое количество санкций кирану вы видите да разница у россии уже порядка 15 тысяч хотя россия скажем так попала под санкционное давление лишь активное два года назад иран находится десятилетиями под санкциями и количество их не превысит не превышает на свыше 5 тысяч россия находится под колоссально мы чемпион давление это можно с уверенностью сказать да совершенно верно и скажем так некоторые страны против россии ввели больше санкций чем общее количество санкций которую виден он против северной кореи здесь колоссальное количество санкций мы это все видим прекрасно видим областной повестке и прочее прочее среди других стран против кого введены санкции это сирия также северная корея беларусь мьянма венесуэла и количество санкций у них там в среднем около 2 там полутора тысяч не очень большое в общем и целом динамика хотя и по этим странам немножко немножко увеличивается количество санкций вот примерно такая ситуация на сегодняшний день но я со своей страны наверно хотел бы заметить что на следующем слайде у нас будут в общем-то цифры показывающие изменение товарооборота между различными странами но тут тоже что вот исходя из того что максим сказал что нужно отметить на это конечно удивительная в роли швейцарии который традиционно считалось нашим одним из основных торговых партнеров в плане реэкспорта и своей страны это заметить что слава богу швейцария позволяет инцеляцию в другие юрисдикции соответственно в некоторых случаях мы можем осмотреть инцеляцию швейцарской компании в другие страны а если мы хотим сохранить зарубежную либо даже в россию опять же это не простой путь и но который вполне возможно пройти везде здесь меры стороны международных организаций мы сегодня с максим поднимали эту статистику максим есть она у тебя или нет то есть я знаю что там кто-то в отношении нас и международные какие-то структуры да и кирилл спасибо если коротко можно сказать что скажем так были различного рода ограничения со стороны международных организаций например европейский банк реконструкции и развития закрыл свои представительства в москве сразу после событий февраля 2022 года также международный валютный фонд закрыл скажем под свои представительства лишил российского представителя статуса главы дипломатического корпуса от европарламента были ограничения в том числе и в отношении лоббистов российских что конечно косвенно влияет на экономик экономическую ситуацию в том числе и со стороны отдельных юридических лиц тоже коротко добавлю что скажем так эти компании например расположены на территории юрисдикции даже которые не присоединились ограничительным мерам ввиду того что они скажем так активно сотрудничают странами вводящими ограничения в отношении россии они могут вводить внутри своих компаний ограничения по отношению компании расположены варев скажем так ради собственных интересов и такую ситуацию мы тоже можем наблюдать в отдельных юридических лиц абсолютно брали максим спасибо большое соответственно здесь по последним пунктами стоит добавить что действительно страны которые не вводили формальные какие-то не было ограничения или санкции как угодно их назовите действительно тем не менее опасаются ведения бизнес с российскими предпринимателями иногда даже не в зависимости от того где они зарегистрированы то есть они в структуре компании резидента россия я хочу напомнить что первоначально санкции прежде всего направлены в отношении резидентов россии и часто они не работают есть человек поменял место жительства но таких людей в любом случае меньшинство большинство предпринимателей продолжает оставаться в россии вести свою деятельность отсюда и как правило релацируют отсюда ну там может какие-то отдельные подразделения отдельные отдельных сотрудников которые в том числе часто регистрируются как бы иностранные компании и они переставая быть резидентами россии перестают быть и в общем то предметом такого внимательного отношения страны не дружественных нам государственных органов но здесь тоже наверное вот вместе с максимумом мы подготовили такое сравнение мы делали подобный вебинар в прошлом году вы можете посмотреть у нас на сайте запись его товарооборот в 2022 году снизился с геннами штатами америки два раза но в то же время с европейским союзом даже увеличился результатом 2022 года а что в этом году в этом году тенденция на самом деле несколько предсказуемая виду всех происходящих событий и товарооборот скажем так сша уменьшился и с евросоюзом но в то же время экспорт и импортные отношения с индии китаем и другими странами на там восточной азии не только они продолжают увеличиваться то есть динамика такая что с кем снижались темпы скажем так и не темпы роста с кем снижались объемы торговли с тем они снижаются а с кем увеличились они увеличиваются если например с китая в прошлом году мы обновили свой рекорд и россия на тот момент показала колоссальную цифру что оказалось невероятно 190 миллиардов долларов то в этом году этот рекорд обновлен и снова впечатляющие цифры показывает между россией и китаем 240 миллиардов товарооборот который так тенденция к росту увеличивается с индии более чем в четыре раза увеличился товарооборот но и в то же самое время с евросоюзом в три раза сейчас он составляет порядка 89 миллиардов евро по общей доступность кому-то публичным данным и в общем и целом тенденция такова что около 70 процентов всей внешней торговли сейчас россии ведется с азиатскими страны то есть фокус естественно со стран евросоюза сша переместился на азию и это большой скажем так потенциал к росту и к развитию в дальнейшем потому что мы видим тенденцию как обновляются ежегодно рекорды торговли с китаем с индии в четыре раза выросла товарооборот также там не стоит забывать на такие страны как индонезия вьетнам многие другие юго-восточно азиатские страны с которыми активно сейчас увеличивается деловое взаимоотношения наших компаний физических лиц интересно чтобы вы статистику по каким-то причинам не включили турцию мне сейчас пришлось подумать потому что такое ощущение что по многим многим товарам которые за вы именно в 2023 году то есть напоминаю что прошлый год они сегодня то с которым мы живем с известными проблемами с банк с турецкими банками а в 2023 году вот этот товарооборот съезд он во много пошел через третье страны через дружественные страны поэтому уже его исключили статистики по товарному обороту с европейским союзом потому что это тяжело отследить идем дальше да то есть давайте посмотрим какие структуры работали раньше и так называемые старые схемы работы и почему они иногда сейчас не работают но традиционно вот за последние два года мы обратили внимание что даже те предприниматели которые никогда не одни предполагали не регистрировали иностранные структуры свои столкнулись тем с необходимостью живой необходимостью регистрации таких компаний для продолжения ведения своей обычной деятельности почему то есть чтобы у нас была компания расположена в россии был местный производитель будь то в китае будь то в европейском союзе то еще не было и соответственно он покупал напрямую товар и соответственно платил за это денежки и все было хорошо прямая поставка прямой контракт и никаких вопросов не возникает что же мы также он избавлял себя от необходимости делать подготавливать различные отчеты о контролируемых иностранных компаний подавать уведомления о регистрации иностранной компании но и чаще всего не возникал никаких отчетности обязанностей по сделкам между взаимозависимыми лицами так называемое трансферное самообразование с чем столкнулись с какими проблемами столкнулись эти предприниматели за последнего два года но прежде всего это ограничение на поставку просим здесь пришлось поменять юристические маршруты формально или реально в зависимости от конкретной ситуации ограничение на работу с российскими контрагентами соответственно как мы сказали пред предыдущем слайде а у нас есть компании даже зарегистрированы в китае но у которых есть существенный бизнес соединенных штатах америки которые опасаясь вторичных санкций и опасать реконструкционных рисков перестают работать с российскими компаниями и в таком случае уже вот это вот старая добрая структура где прямой поставщик и прямое уже к сожалению не работает но и сейчас мы также столкнулись с тем что компании иностранные не всегда хотят работать если они видят в структуре гражданина россии налогового резидента россии то есть даже если эта компания например зарегистрированы в не знаю какую юридику взять давайте возьмем каком мой любимый а то есть если они видят что в структуре компания есть граждане россии проживающие в россии то все равно это может возникать и вызывать у них определенные опасения соответственно а ну те предприниматели у которых уже были международные структуры они уже давно это использовали ну а предприниматель которых до этого не было таких запросов в общем начали искать выходы из этой ситуации на самом деле одним из наиболее логичных выгодов этой ситуации является использование является использование иностранной торговой компании так называемой компания торгового посредника в ситуации когда россия есть иностранные страны дружественно назовем их так поставляют стала туда и потом из них уже поставляется на территорию российской федерации а эту структуру можно сократить то есть условно говоря мы можем вот это звено иностранных компаний убрать из-за звена и использовать исключительно свою если это позволяют сделать ваши компании вот местные производители расположены там китай например или южной корее и и на штатах америки у нас есть наши партнеры которые продолжают работать со всеми странами мира в том числе и европейским союзом и соответственно если это позволительно то вот эту структуру можно исключить если нет то действительно надо использовать компании в дружественных юрисдикциях и соответственно ввести товар либо через них действительно этот наиболее популярная возможность я специально здесь отметил под знаком вопроса денежный поток в какой валюте это делать потому что мы видим что санкции только нарастают и действительно некоторые банки самые известные наверное это за себе китайский который работал получал там юань и долл что в россии попал под внимание на него надавили и он временно приостановил проведение каких бы то ни было платежей временно или нет мы это еще узнаем или возможно в политике банка появятся какие-то изменения например они не будут работать с российскими компаниями либо они не будут например работать с российскими банками посмотрим динамику этой ситуации пока что конечно говорить что-то тяжело как будет дальше развиваться события кирилл да говоря о старых схемах я думаю многим участникам будет интересный вопрос какие юрисдикции были наиболее популярны скажем так до введения от этих пакетов санкций честно скажу что набор наших инструментов используем народного планирования он поменялся но не сильно потому что да мы говорим конкретно про торговую деятельность это всегда традиционно был как бог как номер один но для работы с китаем потому что не заточено и соглашение о более тесном экономическом сотрудничестве между гонконгом и китаем это и возможность регистрации торговых знаков торговых марок и возможность реэкспорта и оформление сертификатов происхождение на территории гонконга в отношении китайских произведенных в китае товаров поэтому и конечно же объединен арабские эмираты которые возможно да вот этой всей истории они были не столько активны и популярны потому что гонконг но с учетом доводим садим наедут гонконг я назвал и арабские эмираты также были некоторые юрисдикции ныне признанные недружественными например кипр который мог эффективно быть использована вверху низкой ставки налога на прибыль европейском союзе в размере 12 с половиной процентов и также там британско-вергинские острова которые в настоящий момент уже является недружественной юрисдикции соответственно все зависело качество цели как и сейчас зависит но если мы говорим про торговые операции то чаще всего это конечно кипра эстония и прочее прочее для то что было но это что для работы с азии практически ничего не поменялось это гонконг и объединенные арабские эмираты спасибо спасибо что же идем дальше да давайте посмотрим на список тех юрисдикций которые не присоединились к санкциям и условно разделили их на две такие половинки на словак это армения грузия турция казахстана китай и на деле на деле мы видим что эти эти же самые страны фактически не дают возможности открытия расчетных счетов для иностранных компаний зарегистрированных на россиян не имеющих реального физического представительства в этих юрисдикциях ну и посмотрим на другие страны которые на деле не присоединились это конечно же объединенные арабские эмираты за что им большое отдельное спасибо в том плане что они первое предоставили инфраструктуру для надеюсь после здесь после нашего сегодняшнего вебинара не будет претензий к имиратам что слишком сильно нахваливаются инфраструктуру возможность релокации возможность получения долгосрочных виз достаточно быструю процедуру для этих возможностей в общем то мы видим что действительно объединенные арабские эмираты за последние несколько лет сделали такой огромный огромный шаг вперед в плане своей инфраструктуры бизнес инфраструктуры и мы видим что сейчас они действительно становятся не только регионально но возможно потенциально глобальным финансовым центром в том числе благодаря тому что относительно лояльно относится предпринимателям из страны снг не только из-за стран россии мы даем предпринимателям учиться всего мира быстро адаптироваться у себя предоставляет инструменты такие как открытие расчетных счетов такие как использование общей системы права в некоторых свободных экономических зонах прямое действие общего права например дуба интернет-файднешнл-центр и прочее прочее также мы можем сказать китай мы отнесли туда и сюда то есть вы отнесли и в список стран которые на словах присоединились но в данном контексте это конечно же имеет отношение к отдельным юридическим лицам которые в общем-то испугались может так сказать это общей истерии касательно ведения деятельности с россией киргизия тоже надо отметить что за последние полтора года в том числе с нашей помощью были открыты десятки расчетных счетов киргизских банков самых различных и соответственно это тоже позволяет проводить международные платежи без которых как бы мы не хотели чтобы все денежные средства были в россии мы видим что иногда мы все за это выступаем но иногда это просто бывает невозможно для ведения международной деятельности мы видим что индия очередь достаточно лояльно относится к проведению платежей из россии но опять же там в индии все больше и больше вопросов возникает наверное одна из 100 стран которые за последний год несколько ухудшило отношение к гражданам к ведению бизнеса с российской федерации вот но и некоторые оффшорные юридикции которые особо дорожат своей независимостью например сент-винсент не присоединился к ограничительным санкциям с ишельские острова не присоединились к ограничительным санкциям отношении россии но и многие другие например поэтому здесь что же наверное здесь может быть есть какой-то вопрос да кирилл обратил внимание на такую вещь казахстан указано как страна которая формально не присоединилась санкция а в то же время очень интересно как обстоят дела на самом деле да здесь надо сказать что казахстан и прямо об этом говорит открытуда что он планирует соблюдение режим ограничительных мер в отношении россии с одной стороны с другой стороны на плане нашей практике мы видим что например банки что если открываются но без для иностранных компаний где владельцами являются граждане россии резидент россии то мы видим что их администрирование в плане банка нового осложнена требованиями обязательного завоза продукции на территории казахстана что конечно не всегда очень удобно вот поэтому и если мы видим что и если банки видят что казахстан не если банки видят что реального движения нету то они часто блокируют и закрывают расчетные счета что тоже конечно не способствует вот такой дружественной атмосфере в которой мы казалось бы все жили поэтому конечно в казахстане вот такие вот проблемы есть в первую очередь открытием расчетных счетов и с проведением транзакций без завоза реально на территории казахстана но в каком-то редком редком случае это может быть все же решение ну давайте перейдем к небольшому интерактиву перед тем как мы вот пошли уже дальше к актуальным юрисдикциям и решениями работы в условиях санкций я предлагаю сделать чтобы нам могли лучше понять нашу аудиторию провести небольшой опрос соответственно провести небольшой опрос если я его сейчас у нас новая у нас новая программа через которую мы организовываем вебинар поэтому в общем-то просим отнестись с пониманием к некоторым техническим таким заказком уже начнем опрос сколько времени вам нужно сказать просто кто из вас был в уаэ или каком за последние полгода здесь вы видите вариантов ответов соответственно ответьте пожалуйста давайте давай максим пожалуйста да мы нашим слуг уважаемым слушателям некоторое время и соответственно подождем посмотрим как они ответят я вижу что люди активно отвечают спасибо вам за это большое любое ваше участие она как бы приветствуется очень сильно очень сильно ну что же закрываем опрос мы получили итоги и так порядка 50 процентов наших уважаемых слушателей были за последние полгода в объединенных арабских эмиратах это говорит о том что в общем-то юрисдикция продолжает пользу популярность несмотря на то что как раз полгода примерно полгода назад в арабских эмиратов впервые было введено налог на прибыли компании соответственно видим планирует посетить ближайшее время порядка 20 и еще порядка 30 процентов наших слушателей а интересует возможности по дистанционной регистрации компании за рубежом мы здесь остановимся на этом подробнее когда будем уже на вопрос ответ отвечать где это возможно сделать дистанционно и невозможно и прочее и прочее ну что же предлагаю пойти дальше до актуальной юрисдикции для решения работы условиях санкций на что следует обратить внимание но прежде всего возможность получения разрешения работы и проживания то о чем я говорил да это становится все более важным фактором при выборе юрисдикции но с другой стороны здесь возможно сочетание разных разных вариантов мы можем получить резидентство и получить налоговый номер в одной юрисдикции а компания уже после этого зарегистрировать другой юрисдикции используя как раз адрес в этой стране условно говоря где легче получить иногда это может быть совмещено например в объединенных рабских эмиратах или например в сербии если мы говорим про европу и все равно куда ни крути у нас большое количество людей любит европу и привыкла туда просто путешествовать и из-за географической приближенности прочей географическое расположение удобства логистических цепочек здесь конечно объединенные рабские эмираты очень удобно потому что они находятся на пересечении торговых путей и многие и китайские и азиатские и африканские компании использовали использовали уже давно объединенные рабские эмираты как такой логистический хаб и реально туда везут товар для дальнейшего распространения в том числе европейскому региону используя там авиатранспорт и прочее прочее возможно открыть расчетных счетов тоже важно как бы я не любил гонконг но в гонконге настоящий момент практически невозможно открыть расчетный счет для граждан россии а метр случаев граждан россии общее направление государственной политики тоже важный немаловажный фактор но здесь не смотрит армии приходит запрос на регистрацию там армении но сейчас это страна дружественная сейчас что-то можно делать но это абсолютно не гарантирует что сам срочной перспективе ситуация поменяется поэтому он кайс морейки на страны более устойчивые точки зрения правовой системы с точки зрения вообще политического своего устройства хочу напомнить то есть мы возьмем количество переворотов революций на все просто на 100 снг то мы увидим что их там огромное количество везде и они проходят регулярно что конечно не может радовать это конечно печальная ситуация потому что она в целом тормозит развитие любой стран наличие достаточно бизнеса инфраструктуры то есть это возможности если мы смотрим про действительно протоколе локацию или про возможности хотя бы создания реального экономического присутствия а весь мир уже давно еще до 22 года шел в плане международного налогового планирования по пути важности и целесообразности создания реального экономического присутствия для отдельных деятельности установить пассивные доходы но все равно да то есть возьмем те же британские виргинские острова которые у нас сейчас в списке недружественных стран находится но вот даже для холдинговых структур создать там реальное экономическое присутствие было практически невозможно если возможно то ну очень дорого поэтому конечно такие резиденции пабелизов британских островов они всегда будут проигрывать таким вот финансовым центром как гонконг как недавнего времени можно было сингапур сказать и конечно же объем арабские эмираты где сейчас просто найму сложилась уникальная ситуация когда вы можете и офис арендовать и получить первоклассную инфраструктуру и найти русского говорящего сотрудника тоже практически всегда но и важная рекомендация которую я бы хотел дать в завершении этого слайда это не стоит себя сейчас ограничивать одной юрисдикции потому что сейчас нам нужно несколько запасных аэродромов всегда потому что в конечном итоге как в одном из фильмов да мы не знаем эта страна будет под пристальным вниманием следующий раз или другая страна изменится ли политика или нет поэтому надо иметь несколько запасных аэродромов в том числе вероятно как бы в россии иметь какие-то расчетные счета открыты в россии в институционных банков для возможности экстренного привода туда денежных средств если политика объединенных рабских эмиратов и китая изменится не банские организации структуры начнут сразу отправлять письма счастья и в таком случае куда-то надо будет просто физически переводить ну и вероятнее всего это можно будет делать и в россии в том числе да кирилл я обратил внимание что нам приходят вопросы я думаю будет тебе как раз очень интересно юрий да спасибо большое как мы сказали ваша активность приветствуется кому компания может открыть счет в гонконге если акционеры gostanu norduri вы совершенно в да вашем вопросе есть ответ да как вас компании может открыть счет в гонконге если акционер гражданин российской федерации более того могу сказать это касается не только граждан российской федерации но и граждан других стран если вам компания нету реального экономического присутствия то есть нет офиса нету местных сотрудников и проч rewarded если они есть большинство гонконгских банков 85 пять процентов не работают с российской с россией сейчас от слова совсем поэтому это конечно большая сложность но с другой стороны к компаниям зарегистрированных гонконге очень хорошо относятся банки материком китае и одним из немногих иностранных компаний позволяется открытие расчетного счета на территории материковой китай для компаний на ваш вопрос наверно вот таким ну что же предлагаю пойти дальше юрий всегда пожалуйста рады спасибо вам за вопрос идем дальше значит какие юрисдикции в настоящий момент отвечает вот тем признакам критериям которые я обозначил лучше но прежде всего это один арабские эмираты в эмиратах легко получить компонкой для этого надо сдать медицинский тест пройти биометрию и это делается вот по последней нашей практике в течение одной недели можно все это сделать гонконг гонконг не отвечает некоторым таким критерием которые мы обозначили на слайде выше например в гонконге тяжело получить гонконг один что может действовать как бы для открытия что может способствовать открытую расчетного счета внутри гонконга но с другой стороны это можно сделать стиль дизин следующей стране до про которые мы отметили ну и кипр в какой-то степени может быть интересен но наверное для очень узко специализированных направлений например для действительного переезда на предпринимателя в эту страну есть у них есть такая задача но важный момент я даже вы здесь выделил отдельной строкой что конечное решение о выборе той или иной юрисдикции принимается исходя из фактических обстоятельств то есть где располагаются ваши партнеры какие у вас вообще планы на условно говоря вашу жизнь где бы вы хотели использовать эти денежные средства планируете ли вы реальную релокацию или это будет как бы компанию куда вы там может быть поднаймете даже там одного или двух человек а может вообще никого не планируете принимать это же для совокупности этих факторов конечно и мы делаем сюда наши рекомендации по выбору да кирилл если позволишь я бы задал здесь вопрос из тех перечисленных юрисдикций вот ты бы лично кому бы отдал предпочтение хороший личный вопрос в гонконг или объединенные равные эмираты хороший момент да как я сказал все зависит от конкретных обстоятельств я на протяжении многих лет работаю с гонконгом кстати нас до втором квартале этого года предполагается открытие офиса в гонконге получение соответствующей лицензии раз так корпус провайдер поэтому я думаю что в связи с этим мы можем для вас так скажем бонусы позволяющие там зарегистрироваться и также большее количество банков на территории материкового китая когда мы там будем с вами представлены а вот гонконг мне нравится потому что гонконг это стабильная банковская стабильная правовая система стабильная налоговая система у нас есть отдельный вебинар кстати по гонконгу и по людям арабским на так но что в гонконге действительно проблемы это своей точки зрения это конечно работа с банковскими счетами с банковскими структурами они в общем-то проявляют себя недостойными членами дружественной семьи как бы да то есть здесь надо понимать все-таки гонконг у нас отнесен к списку дружественных стран и наверное со стороны некоторых хотя бы финансовых институтов гонконга можно было бы проявить большую лояльность в текущей ситуации российским предпринимателям ну и объем арабские эмираты что здесь сказать я уже в их преимущество перечислил это лояльное отношение к россии к бизнесу с россией это возможность получения эмирей сайги это возможно быть признанным налоговым резидентом эмиратов для физических лиц которые проводят там всего 90 дней в году если их нахождение там связано с предпринимательской деятельностью это первоклассная банковская инфраструктура ну и в общем то другая тоже наверное из минусов можно выделить то что бывает жарко но также что касается гонконга наверно то есть так сравнивать если вы предполагаете в эту юридическую действительно приезжать и вести там на деятельность то стоит обратить внимание что из европейской части россии из европейской части россии в гонконг лететь просто больше на что тоже конечно влияет на какое-то принятие окончательного решения поэтому если ваш бизнес связан с азиатским регионам то и каком клевая подходит здесь идем дальше еще один такой нетривиальный вопрос который я хотел бы поднять на сегодняшней презентации на наше сегодняшней с вами встреча это редовентиляция в россии кому и зачем прежде всего это давайте возьмем историю вопрос редовентиляция это возможность переезда в другую юрисдикту сохранения истории компании вот если такими простыми совсем словами говорить здесь нам сказать что она не свойственна для стран континентальной системы права вот там для германии для россии для франции но тем не менее недавно у нас появилась такая возможность переезда условно дайли целяция компании из юрисдикции которые законодательно предусматривают такую возможность в россии здесь надо сказать что это очень я считаю стратегически правильный ход был почему потому что в некоторых юрисдикцию но мы сейчас поговорим об этом дальше из минусов это абсолютно новый правовой инструмент для российского законодательства и правоприменения следовательно у нас недостаточно судебной правоприменительной практики но сама возможность крайне актуальный вопрос текущего и политических условиях и фактического отсутствия возможности администрирования некоторых компаний в недружественных юрисдикций я приведу простой пример к нам обратился наш партнер с которым мы договорились о переводе компании зарегистрированы британских островах под наш администрирование и вдруг в процессе этого перевода бенесарно владелец попадает под санкции sdn сша то есть которые фактически являются блокирующими разумеется при таких обстоятельствах найти агента локального который бы взялся за администрирование этой компании очень и очень сложно и одним из выходов особенно учитывая что основная масса его активов была номинирована в рублях стал редмистрироваться такой компании в россию и вообще мы если увидим статистику мы сейчас увидим что для многих просто одна из возможностей сохранить свои активы расположены на территории россии да и распоряжаться ими тоже тоже напомню что распоряжение активами принадлежащими компаниям из недружественных стран они существенно ограничены уже российским идем дальше четыре основных преимущества редмистрирования в россии по сравнению с другими юрисдикциями которые бы я хотел обратить внимание в прежде всего это самая дружественная юрисдикция которую можно только представить это первый момент возможно сохранения активов и избежать потенциальных геополитических различных санкций в нашей россии возможность совершения операции с активно расположена в российской федерации и на удивление относительно простая процедура деминселяции в россии если мы говорим просто про международная компания если мы про международных кодековую компанию там это может занять несколько документы необходимы от иностранной компании для редмистрирования в россии их всего на удивление несколько то есть это сертификата под корпорации устав последняя финансовая отчетность и на практике мы должны предоставить потом готовым комплект понятно российской компании но на практике мы должны подготовить некоторые объяснения пояснения если которые появляются в администрации специальных административных районов россия напомню что 2 куда можно переехать это на острове октябрьский калининградской области соответственно процедуру сроки редмистрирования но здесь наверно вы можете оценить сами то есть что это все занимает даже можно сказать считанные месяцы да то есть на практике это вероятнее всего займет порядка двух месяцев если такое решение будет принято ночью вот так важно отметить что в нашей компании эта практика получила свое развитие вместе с приходом евгения смирнова и мы видим что она просто очень успешная и действительно это одна из наиболее актуальных историй на сегодняшний момент выводы которые мы хотели бы сегодня подвести перед тем как пройти уже к вашим вопросам пишите вы можете сдавать прямо сейчас пока я готовлю ответы так международно торговые операции осложнены но продолжаются и вряд ли они будут когда вы либо то не было остановлены действительно мир слишком большой для того чтобы полностью россию изолирует холдинговую структуру с использованием недружеской требует немедленного пересмотра соответственно здесь это важный момент буквально их нужно пересматривать не сегодня даже вчера то есть у вас была структура в которой был кипр и затем ее продолжает оставаться такая сейчас это уже не работает и видимо будет все хуже и хуже нужно как можно быстрее с этим что-то решать потому что тоже даже на территории того же кипра займет какое-то время готовка документов открытие расчетных счетов возможно в настоящий момент но практиках открытия она меняется ежеминутно у нас есть истории когда мы делали какое-то предложение по открытию расчетного счета готовили изучали момент там нельзя и наш партнер возвращался через месяц и она был уже не актуальным по каким то ни было причинам это надо иметь абсолютно или она дорожала это нужно иметь в виду российские банки приобретают больше опыт открыть расчетных счетов не резидентом это тоже не следует так сказать скидывается счетов и если вы видите торговую деятельность с китаем например у нас большое количество банков которых есть банк корреспонденты в китае который проводит платежи это действительно там речь идет о сотнях банков в отношении которых там ежеминутно вести санкции будет проблематично иностранные компании переходят в разряд удобного инструмента международных платежей не только совершенно логистических каких-то цепочек или же даже просто вот актуальная раньше тема была не за этом сохранить себе какой-то запасной аэродром хранить денежные средства за рубежом и прочее нет настоящий момент иностранной компании приобретают ключевую роль просто для проведения расчетов с поставщиками в любом регионе мира потому что никто не хочет рисковать никогда прежде ридоминцилляция в россии не была такой актуальной темы как сейчас сам себя пожурю она и вообще не существовало возможности инцелляции до недавнего времени в россию что ж наверно спасибо вам большое за внимание и пока вы готовите свои вопросы у меня был заготовлен еще один еще один вопрос еще один интерактивчик сейчас я только найду вот вопрос который я хотел бы вам задать скажите пожалуйста где расположены ваши основные поставщики с которыми вы работаете да я условно назвал в азии на ближний восток в европе или северной америке или у вас нету зарубежных поставщиков вообще то есть вот здесь проголосуйте пожалуйста вам будем очень благодарны за участие в этом вопросе но мы пока посмотрим на ваши вопросы спасибо большое здесь по можно несколько указать поэтому подождем еще минуту и на и будем закрывать его до видим что активно закончилась ну что же наши сегодня результаты такие что у 23 процентов наших слушателей в азии располагаются основные поставщики на ближнем востоке 15 в европе или северной америке внимание 46 процентов абсолютного большинства все равно сохраняются поставщики в европе или северной америке соответственно для них вот вопрос взаимодействия с ними тоже наверное актуален более чем для кого бы то ни было но и порядка 15 процентов также наших слушателей сегодня это те из них у кого бизнес по всему миру ну чтож я вас благодарю давайте посмотрим если у нас вопросы вопросов нету поэтому наверно так вопрос от станислава да вопрос от станислава станислав спасибо вам большое за ваш вопрос схема даже несколько индийских компаний оказались получать платежи из россии хорошо но вы можете им отправить платежи из объединенных рабских эмиратов куда в свою очередь уже единые средства придут из россии вариант работает в ряд работает с открытием расчетных счетов в китае китае инди там напряженные достаточно отношений но вот то что касается объединенных рабских эмиратов в данной ситуации это прекрасно работает тоже знаете такой фан-факт и в прошлом году 2022 крупнейшими инвесторами на рынке недвижимости в объединенных рабских эмиратов дубая конкретно стали именно граждане россии а до этого это были как раз граждане самой самому самих объединенных рабских эмиратов большое количество граждан индии которые там работают поэтому здесь в общем то простое достаточно решение кириллу если позволишь я буду у нас еще один вопрос тогда оксана оксана спрашивает какова позиция киргизских банков в отношении платежей в из россии оксана спасибо большое за ваш вопрос в настоящий момент у нас открыто большое количество счетов для российских предпринимателей через разные такие корпоративные оболочки в киргизских банках и в принципе мы не не получали глобального знаете как такой рассылки писем счастья вот даже как это было свое время прибалтики как это было на кипре пока киргизские банки продолжают сотрудничество из россии получают из россии денежные средства в основном правда в рублях конвертирует их и очень удачно могут быть использованы для взаиморасчетов например с китаем или страны европейским союзом то есть принципе отношении россии можно сказать что пока лояльно настроены но опять живут какой-то такой долгосрочные прогнозы давать на это сложно но мои коллег я знаю не хочу отнимать хлеба иван юрьевич тиханенко вы можете посмотреть либо его вебинар его обратиться к нам компанию опять же лояльность или нелояльность она зависит от большого количества факторов они только оттуда от того откуда приходит денежные средства если вы планируете на через киргизские банки проводить платежи производим не знаю за беспилотные летательные аппараты военного назначения то конечно и киргизские банки здесь будут настроены не очень хорошо но опять же здесь все зависит от того как обернуть но безусловно мы тоже компания которая этим не что же спасибо вам большое нашим уважаемым слушателям максим спасибо тебе большое да кирилл спасибо большое я думаю как раз вопрос оксаны снял тот вопрос который я хотел сказать задать юрий ранее спрашивал можем открыть счет гонконге я как раз хотел спросить а может быть связки гонконга с какой-то страной мы могли бы открыть счет и это как раз киргизия это достаточно популярная скажем так сейчас связка для проведения платежей а у нас появился вопрос от виталия кирилл хороший вопрос виталий если у вас информация по бакрейна прием платежи и отправки дальше но часто говоря по наша практика показывает что пока мы не видели реальных случаев не за легкого открытия расчетного счетов бахрейна известен тем что она одна из наиболее близких соединенных штатам америки стран залива и поэтому вот мы сталкивались с тем из практики то что многие наши партнеры приходят обращать к нам говорят что наоборот проблемы открытым расчетный счет плюс в бахрейне сложные корпоративные законодательства требующие для торговых видов деятельности наличие местного учредителя местного соучредителя поэтому не сказал бы что у нас просто большая практика здесь наработана по бахрейн опять же я задаю вопрос к чему идти в другие юрисдикции сопоставимые по своим преимуществом объем арабскими рады если есть объем арабскими рады с уже наработанной практикой и открытие расчетных счетов и налогообложений если конкретно хотите получить 0 процентов налогообложения но или есть гонконг и объем арабские эмираты чтобы каким-то налогом планированием заниматься но вот поэтому здесь к сожалению не можем вам сказать как в бахрейне происходит платежи на это вероятно кто же больше вопрос к нашим банковскому департаменту может есть какая-то да если позволите виталий я бы попросил вас может быть задать нам этот вопрос по личным контактам который сейчас указан на экране а потому что недавно на этот счет мы уже несколько прорабатывали вопросы с нашими партнерами в бахрейне поэтому пожалуйста свяжитесь с нами и мы с вами более детально по этому вопросу сможем следовать дат максим абсолютно замечание тут на самом деле выбор юрисдикции понимает зачем и что если вы работаете с покупателями в бахрейне например ну понятно что никаких проблем с открытием расчетных счетов не будет надежда задает вопрос практически попрощался да и как наша аудитория спасибо и за это большое как бы оживилась по связке каком киргизе требуется ли открывать в киргизии при стадах в для открытия расчетного счета на иностранную компанию в киргизии там требуется открытие представительства тоже нас есть отдельный вебинар пожалуйста посмотрите на это а и требуется ли киргизе ввоз товар вот смотрите это очень интересный вопрос ранее таких запросов не было и наши партнеры работают но каждый раз когда они приходят киргизский банк для подписания документов открыть расчетного счета человек который там сидит обязательно предупреждает о том что обязательным ввоз товара на территории киргизии такой происходит постоянно в киргизии но на практике мы видим что в общем то если вы что-то не завозить только этому относится достаточно лояльно но на словах вам это никто так открыто как я сейчас я спасибо вам большое виталий всем спасибо что я думаю что потихонечку наверно будем завершать если у нас вопросы божа просто отходи хоть и здравствуйте нет по ливану у нас к сожалению информации нету и честно говоря ливан с ливаном я не сталкивался как с юрисдикцией возможно мои коллеги из других групп между по международного компанированного сталкивались единственное что меня связывает с ливаном это был такой банк на кипре фбм еферил банков металлы соотношение которого уже давно были введены санкции который потом даже суды по моему выиграл соединенных штатах америки но как вот такая организованная структура банковская прекратил свое существование поэтому сожалению про ливан ничего не могу вам здесь да возможно есть какие-то вот его сто процентов поиск дружественных стран даже на 7 вопрос от юрия так и вопрос от юрия если торговлю на мировых фондовых рынках из гонконга вести счет на мейнлэнде лучше пробовать открывать но юрий здесь зависит от обстоятельств потому что если вы занимаетесь если у вас есть гонконгская компания и вы на ней предполагаете хранить ценные бумаги со всего мира что в принципе разумно и логично да то вы можете открыть расчет на счет на криво единограммских эмиратов если сумма вашего портфеля будет превышать примерно вот 1 миллион но опять же все что касается открыто расчетных счетов хотел бы еще раз подчеркнуть что мы можем вам подсказать но лучше в индивидуальном порядке обсудить это вместе с руки наши банкского департамента иваном юрьевичем тихоненком мы все вместе как бы собраться и обсудить то есть принципе некоторые банки в объединенных рабских эмиратах позволяют открывать расчетную счету на иностранные компании как говорил один мой знакомый банкир в лихтенштейне с какой суммы денег вы готовы расстаться но в данной ситуации даже не расстаться неправильное выражение держать на остатке скажем так вот юрий горит спасибо и огонь потихоньку но если у вас из гонконга если у вас компания гонконгская и уже открыт расчетный счет в эмиратах или же у вас компания давайте посмотрим конкретно обстоятельства дел может быть кто-то в санкциях находится и тогда какой-то другой клинкор совершенно да дорогие участники спасибо вам большое за вашу активность на самом деле сегодня очень приятно было видеть ваши вопросы пользуясь минуткой также скажу что компания man smith есть офис в москве где мы всегда рады будем видеть вас личной встречи а также если вы находитесь например на кипре или в дубае где находится также офис нашей компании наш управляющий партнер мы всегда будем рады вас видеть пожалуйста приезжайте звоните обращайтесь по любым возникающим вопросам по регистрации администрирования компании по подачи аудированных отчетностей по открытию банковских счетов как личных так и корпоративных наши специалисты с большой радостью помогут скажет максим спасибо большое но действительно вот так вот мы тут съели бронешторами ли думали о том какие у нас уникальное преимущество мы считаем то что одним из наших уникальных что мы для вас как одно окно вы к нам приходите получаете полный спектр услуг и касаемо интеллектуальной собственности и касаемо введения бухгалтерского учета подготовка управление отчетности заверения финансовой отчетности аудитором в практически любой дюрисдикции и прочее 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 подготовка уведомлений по контролируемым иностранным компаниям и многие многие другое то есть мы действительно компании которая старается оказывать комплексные решения а не только там услуги по регистрации только открыты расчетных счетов но и вот что спасибо всем большое на этом я прощаюсь как бы спасибо большое честно говоря не знаю как закрыть нашу конференцию наверно и начала все еще спасибо большое да также